Всем привет, с вами Дженникус и это краткий пересказ сюжета Mortal Kombat 11. Сюжет стартует там же, где закончился MKX. Рейден и земляне побеждают, он нацепляет на себя амулет Шинока и его мировоззрение меняется. Бог грома понимает прописную истину Сталина, добро должно быть с кулаками, поэтому он решает истребить на корню все силы нижнего мира, пойти на них войной и мочить гадов в сортире. Собрав войска, его команда прорывается в башню, где всем заправляют ревенанты Люкана и Китаны, а также Джейд и Кабал, которые видимо в таком отчаянии, что готовы поклоняться отрубленной голове Шинока. Пока Рейден отвлекает на себя основные войска, его человеческая команда подрывает собор святой Шинока матери, но не без потерь, Соня во время операции умирает, подорвав башню в стиле Брюса Виллиса из Армагеддона. Вернувшись на землю, Рейден продолжает вести себя как мудак, говоря Кейси, что ее мать погибла за правое дело или подобный бред. В это время Китане и Лю приходят Кроника, хранительница времени и видимо гениальный прораб, так как меньше чем за минуту она отстраивает их замок, затем ведает свой план. Она недовольна тем, как все сложилось и поэтому хочет повернуть время вспять и написать всю историю с нуля, начать новую эру. Для этого ей нужна небольшая армия для защиты песочных часов, над которыми она будет все это время колдовать. Лю и Китана соглашаются быть у нее на побегушках, так как в этой новой эре не будет Рейдена, которого все так ненавидят. Кроника запускает процесс и в качестве побочного эффекта из прошлого возвращается куча воинов. В земном мире это молодой Джонни Кейдж, молодая Соня и молодой же Джакс. Во внешнем мире вернулись Скарлетт, Эрон Блэк, Барака, молодой Кана и сам Шао Кан. С одной стороны и молодые Лю Кан, Китана, Кун Лао, Джейд и Рейден с другой. Старый Рейден при этом исчез, оставив только медальон Шинока. На богов перемещение действует по-другому, поэтому старого Рейдена заменил новый. Все эти герои вернулись из событий второго турнира Mortal Kombat, то есть того, который шел после победы Лю над Шан Цуном. Поскольку эти товарищи появились прямо в Колизее Котал Кана, Шао Кан крайне недоволен, что его бывший генерал Котал занял его трон. Начинается стычка, Рейден и его команда решают помочь Котал Кану и тут выясняется, что Джейд не чужой человек Коталу. Они оказывается встречались, когда он служил при дворе Шао Кана. В итоге Шао Кан и все, кто на его стороне, отступают в портал, куда их позвала Дивора. Котал Кан объясняет Рейдену, каким мудаком он стал в этой жизни. Рейден рвет на себе рубаху, говоря «Такого не повторится, пацаны, верьте мне!». Чтобы разведать ситуацию, Рейден, Кун Лао и счастливый Лю Кан, которого на прощание обняла Китана, отправляются в земное царство. А Китана и Джейд остаются с Котал Каном, чтобы найти Шао Кана. Кроника приходит к Шао Кану и сообщает, что она хочет, чтобы он и его армия примкнули к ней, чтобы перезапустить реальность. Естественно, в награду всякие плюшки, ну и плюс в новой эре не будет Рейдена, что для Шао Кана просто бальзам на душу. Меж тем, в штабе спецназа Кесси Кейдж вводит новоприбывших, в том числе Рейдена, в курс дела. Молодая Соня не понимает, как у нее может быть дочь от такого кретина, как Джонни Кейдж, ведь чтобы родить дочь, нужно Шпили Вилли. К слову, молодой Джонни действительно ведет себя как кретин, и старый Джонни удивляется, каким же раньше он был ослом. Молодые Лю и Кун Лао отправляются в Шаолинский храм, так как там находится источник жизни земного царства Дзин Сэй, предположительно, необходимый кронике в качестве энергии. Там они встречают молодого Скорпиона, тоже вернувшегося из прошлого, он служит кронике, поскольку она ему обещала вернуть его семью и клан. Старая песня. Затем они встречают самих себя из настоящего, валяют им, но Герас, верный слуга кроники, его, к слову, нельзя убить, с легкостью расправляется с юнцами и валит с капсулами Дзин Сэя во свояси. Молодых Лю и Лао можно было бы убить и сказочке конец, но суть в том, что если убить их, то умрут и их версии из будущего, а они нужны кронике в качестве сторожевых псов. Ну короче, логики никакой. Рейден в это время консультируется со старшими богами, они рассказывают ему, что чтобы все исправить, ему нужно перехватить контроль над часами кроники в ее башне. А также Ситрион, богиня жизни, в стиле Сары Коннор, говорит, что ничто в этой жизни не предрешено, нет судьбы, кроме той, которую мы делаем сами. Думай больше головой и не станешь темным Рейденом. Кроника организует поддержку в виде киборгов Линквей, в этом ей помогает Сектор. Ханза Хасаши и Квай Лян, гранд-мастера Ширай Рю, который, к слову, он восстановил, и Линквей, отправляются в лабораторию, где всех членов Линквей распилили и сделали из них киборгов. Там они находят Фрост, которая стала киборгом и пошла в услужение Кроники. У нее еще сильнее развилась паранойя, она хочет сделать из Линквей киборгов и вернуть былое в кавычках величие. Они вырубают ее, Сектора и Сайрекса, и возвращают последнему память. Тот не хочет быть машиной, поэтому помогает им вырубить всю коммуникационную сеть киборгов, таким образом деактивируя всех, включая себя. Кана, что один, что другой, естественно, заботятся только о деньгах и своем клане Черный Дракон. Они возвращают Сектора к жизни, понятное дело, не забесплатно. А чем занят Джакс? Он на своей ферме, очень беспокоится о Джеки. К нему приходит Кроника и уговаривает его встать на ее сторону, внушив, что только так он защитит свою дочь и обеспечит ей нормальное будущее. Во внешнем мире Китана отправляется на переговоры с Шо Канами, а Котал Кан, Джейд и Аштегская армия, выслеживая Шо Кана, натыкаются на лагерь Таркотанцев. Там Котал Кан чуть всех не казнил, но Джейд, говоря, что его сердце ожесточилось, вырубает его как раз к приходу Шо Кана, поэтому Котала запирает в клетку. Рейден опять идет на совет к старшим богам, но там все разрушено, никого не осталось, только старшая богиня Ситрион, которая объясняет, что Рейден нарушил золотой баланс, обезглавив Шинока и теперь все летит к чертям и она умывает руки. В разговоре выясняется, что Ситрион дочь Кроники и сестра Шинока, поэтому, как говорится, за семью и двор стреляя в упор. В новой эре Кроники быть и тебе, Рейден, там места не будет, гуляй, Вася. На штаб спецназа нападают бойцы Эрона Блэка и роботы Сектора, они забирают Сони и молодого Джонни Кейджа в плен в клуб Черного Дракона, а Сектора подставляют, заложив в него бомбу. Рейден успевает переместить своих бойцов в сад Ширай Рю. Китана ведет переговоры с Шивой, ставшей после смерти Гора королевой Шо Канов. К ней присоединяются Лю Кан и Кун Лао, заручившись поддержкой четырехруких, троица отправляется в лагерь таркотанцев. Китана, видимо, обладает даром Оратора, уговаривает подоспевшего Бараку отказаться от Шо Кана и присоединиться к ее армии, чтобы свергнуть Шо Кана. Взамен привилегии в виде своего казино с Блэк Джеком и Шлю... эээ... В Колизее Шо Кана Котала вот-вот казнят, но Китана, Лю Кун Лао, Шива с армией Шо Канов и Барака с армией таркотанцев освобождают его. В итоге битвы Котал Кан покалечен, а Китана убивает Шо Кана. Котал удивлен, что все они ему помогают. Расстрогавшись в чувствах и не способны управлять этим миром, он передает трон Китане со всеми регалиями. В Клубе Черного Дракона Кесси освобождает Соню и Джонни, а Соня убивает обоих Кана, убив только молодую версию. Кронике нужны еще души, а где их взять? В ее короне, которая находится в подземелье дворца на острове Шан Цуна. Там скопище душ, которые в свое время питали Шана. Джеки и молодой Джакс отправляются туда и встречают там старого Джакса, который в кавычках делает это ради Джеки. Они его вырубают, а потом вырубают кого? Старшую богиню Ситрион. Ну, как-то так. Но все равно, корона достается Ситрион. Меж тем, другая задача. Как добраться до башни Кроники? Вплавь через море крови? Не вариант. Но есть Харон. Местный Бомбила. Ханза встречается со своей копией из прошлого, появляется Девора и убивает старого Грандмастера. Молодой Скорпион отправляется к Рейдену, чтобы передать послание старого Скорпиона. Он видит, что Ширай Рю восстановлен. Значит, старый Скорпион не врал. Он присоединяется к команде Земли, но Рейден ему не доверяет. За него заступается Люкан и тут Рейдена осенило. Все это уже повторялось миллион раз и каждый раз он убивал Люкана. Появляется Кроника и говорит, мол, молодцом, ты понял мой хитрый план. Теперь попробуй вырулить без Люкана. Она его забирает. А Рейден и остальные договариваются с Хароном и он переправляет их через Кровавое море. По пути они вырубают корабль с киборгами во главе с Фрост, выкидывают за борт Гераса, поскольку море крови бездонно, а он бессмертен. Он бесконечно будет тонуть. Тут же Рейден вразумляет Джакса и тот присоединяется к команде. В это время в Башне Кроники старый Лю Ревенант вытягивает душу из молодого Лю и в одного приходит на корабль. Рейден его раскатывает и, понимая, что все в руках Люкана, объединяет старого Люкана, молодого и самого себя в одном существе. Таким образом появился Божественный Люкан. Они прибывают на остров, там происходит заруба а-ля Властелин Колец, но все это не имеет никакого смысла, поскольку Кроника отмотала время назад и только Бог может этому противостоять. Поэтому Божественный Лю остался один, он раскатывает всех, в том числе и Ситрион, которая отдала свою жизнь матери. Лю побеждает Кронику, но та успевает создать новую эру и Лю оказывается в начале времен. Человеческий Рейден сообщает ему, что теперь Лю хранитель времени и теперь он должен создать новый мир с самого нуля. В возрождении человечества ему поможет либо сам Рейден, либо Китана, в зависимости от того, какую концовку вы получили. Таким был краткий пересказ сюжета Mortal Kombat 11, всем спасибо за внимание, пока!